По готовности сутки не считая дня сдачи. Через сутки я узнаю, есть ли у меня что-то общее с китайской летучей мышью, которая, возможно, и наградила всю планету новой инфекцией. Тест на антитела к коронавирусу покажет, встречался ли ваш организм с COVID-19, а также болеете ли вы коронавирусом в данный момент. За месяц в этой клинике тестирования прошли 200 человек. Результат многих огорчил. Лишь у 5% были выявлены антитела. Многие ожидали, что тяжелое течение у РВИ было, в том числе и у меня. Я первый, кто сдавал этот тест в свое время. Но это просто оказалась надежда некоторого рода. В лаборатории есть свое объяснение, почему же так мало людей с антителами. Во-первых, они вырабатываются даже не у всех, кто реально переболел. А во-вторых, коронавирус не особо прошелся по региону, как, допустим, по Московской области. Ситуация по стране следующая. По последним данным, среди 650 тысяч человек из 46 регионов антитела имеют лишь 14%. Они прошли тест. В Роспотребнадзоре отмечают, что иммунитет лучше всего формируется у детей. У людей среднего и пожилого возраста примерно одинаковые показатели. Накануне Роспотребнадзор анонсировал проверку россиян на иммунитет к коронавирусу. Бесплатные тесты возьмут у людей всех возрастов случайной выборкой. Ранее это было доступно только в Москве. Теперь изучать популяцию специалисты намерены в 22 регионах. Правда, в каких именно, не уточняется. Но, во всяком случае, эту новость продублировали и на сайте Алтайского Роспотребнадзора. Чем больше мы будем выявлять, чем больше ученые будут знать, значит, сколько человек переносило, в какой форме переносило, падает ли, значит, уровень инфицирования населения, значит, вообще слабеет ли вирус этот, чем, собственно, быстрее мы от всего этого избавимся. В Москве уже нашли применение крови с антителами. Ее переливают больным пациентам. Недавно также лечить начали и в Новосибирске. Хоть и многие врачи сомневаются в таком методе и даже называют его терапией отчаяния. В любом случае, в Алтайском крае обладатели антител пока не могут спасти чью-то жизнь. Зато по таким счастливчикам специалисты будут судить о ситуации с коронавирусом в регионе и строить прогнозы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.